Перевод и комментарий по Божественной Милости, Бхакти Веданте, с вами Шилы Прабхупады. Дорогой Господь Нарисимхадев, я вижу, что вокруг есть много святых, однако они думают лишь о собственном спасении. Не заботясь об обычных людях, живущих в городах, они уходят в Гималайи или в лес, дают обет молчания и погружаются в медитацию. Они не стремятся избавиться от страданий других, но я не хочу обрести освобождение один, оставив в материальном мире всех несчастных глупцов и негодяев. Я знаю, что не думая о Кришне и не приняв прибежище у твоих лотосных стоп, невозможно стать счастливым. Поэтому я хочу вернуть обитателей этого мира под сень твоих лотосных стоп. Комментарий. Таково желание Вайшнава, чистого преданного Господа. Сам он, даже находясь в материальном мире, не испытывает никаких затруднений, потому что заботится только о том, чтобы всегда быть в сознании Кришны. Человек, сознающий Кришну, даже в аду будет счастлив. Вот почему Махараджа Прохлада сказал «О величайший из великих, я вовсе не боюсь жить в материальном мире». В каких бы обстоятельствах не оказался преданный, он не чувствует себя несчастным. Это подтверждает и другой стихший Матбхагаватам 6.17.28. Нарайна Парах Сарве Накуташчана Бибьяти Сварга Паварга Наракеш Апитульярдха Даршинаах. Преданный, целиком посвятивший себя служению Верховной Личности Бога Нарайани, не чувствует страха, где бы он ни оказался. Для них нет разницы между Раем, Адом или освобождением, ибо таких преданных интересует только служение Господу. Преданному все равно, где находиться – на райских планетах или на адских, потому что он живет не в раю и не в аду, а в духовном мире вместе с Кришной. Карми и гьяни не знают, в чем секрет счастья преданного. Поэтому карми пытаются обрести счастье материальными способами, а гьяни надеются, что станут счастливыми, слившись со Всевышним. Однако преданного все это не прельщает. Он не хочет заниматься так называемой медитацией в Гималаях или где-нибудь в лесу. Вместо этого он отправляется в самые многолюдные места, чтобы учить людей сознанию Кришны. Именно с такой целью было начато наше движение. Мы не призываем человека медитировать в уединенном месте, чтобы он просто гордился своей духовностью или трансцендентной медитацией, думая при этом о материальных вещах и делая всякие глупости. Вайшнав, подобный Махараджи Прохладе, не хочет, чтобы люди занимались показной духовной практикой. Он хочет проповедовать им сознание Кришны, ибо только оно принесет им счастье. Махараджа Прохлада ясно говорит «Я знаю, что не развив себе сознание Кришны, не сделав Тебя своим прибежищем, невозможно стать счастливым». Душа скитается по материальной вселенной на протяжении многих жизней, но по милости преданного, слугив Шичи Тани Махапрабу, она может обрести сознание Кришны и таким образом стать счастливой в этом мире, а по завершении этой жизни вернуться домой к Богу. Такова подлинная цель жизни. Участники движения сознания Кришны не желают заниматься псевдомедитацией в Гималаях или в лесу, где человек зачастую только делает вид, что медитирует. Не желают они открывать многочисленные школы йоги в городах. Вместо этого преданные Кришны готовы стучаться в каждую дверь и убеждать людей следовать наставлениям, содержащимся в Бхагавадгите как она есть, наставлениям Господа Читани. В этом цель движения сознания Кришны. Вот цель движения сознания Кришны в этом. Участники этого движения должны быть твердо уверены, что без Кришны невозможно стать счастливым. Человек, обладающий сознанием Кришны, осознает это и потому избегает общества мнимых трансценденталистов, медитирующих йогов, философов-манистов и филантропов. Намам Вишну Падая Кришна Придхая Бута Ле Шриматы Бхакти Веданта Свами Нейтинамине, Намасте Сарасвати Девы Гауравани Прочарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатья Дешитарине, Джайши Кришна Чайтанья Прабхуни Тянанда Шри Адвайта Гададхар Шри Васади Гаура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Итак, это молитва успешного проповедника, самый успешный проповедник Шила Прахада Махарадж. И он просит Господа Нарисимха Дева помочь ему в его проповеди. И здесь Шила Прабхупада объясняет умонастроение и вообще цель нашего движения сознания Кришны. И главное, что Прахада Махарадж делится своим личным опытом счастья в сознании Кришны. Ему очень хорошо. Потому что когда человек действительно счастливый, ну представьте, вот у вас все, ну так вот материальный пример, у человека все наладилось, у него хорошо, он восторг испытывает. И он, когда в этом состоянии находится, ему в принципе, он и так счастлив. Ему нет повода, счастливому человеку нет повода завидовать кому-то, соперничать с кем-то, делить что-то с другими людьми. Ему просто хорошо. И наоборот, когда он видит, что кому-то что-то не хватает, а ему хорошо, может быть даже у вас было такое состояние, вы в радостном настроении, кто-то печальный. Хочется бы отойти и сказать, ну что ж ты печалишься, все же так классно, ты посмотри, солнце светит прямо в окно. Понимаешь? Или только у меня такое бывает. У вас бывает такое, нет? Радостное настроение, хочется радостью поделиться. А когда печальное настроение, когда у самого ничего нет, плохо тебе, а там еще кто-то, знаете, радуется, негодяй. Ты что, радуешься? Плохо же! Жизнь такая тяжелая! Что ты там насхождаешься? Я должен насхождаться! Почему ты счастливый, а я несчастный? Да, то есть завидует человек, когда он... Печальные люди это очень опасные люди, имейте ввиду. Нет никого опаснее, чем печальный человек. Это все, это конец. Он будет делать неприятные вещи для других людей. Потому что ему плохо. Он деструктивный, в невежестве находится человек. Поэтому Прохада Махараш испытывая на своем опыте, что такое счастье, настоящее счастье, он говорит Господу, что я не хочу уходить никуда. Ну то есть есть люди, стремящиеся к духовности, но они думают только о себе. Они уходят в Гималайи, в леса, и они... Ну есть как обычные люди, которые стремятся в города. Обратили внимание, все стремятся в города. Ну то есть жили бы в лесу у себя, но не в лесу, в деревне, да. В деревне скучно, единственное развлечение там... Я не знаю, какие в них там развлечения, пасти коров, да. Я не знаю, чем они там развлекаются. Но вы, наверное, больше знаете, чем люди в деревнях развлекаются. И вот поэтому хочется им в город. Потому что в городе есть супермаркеты огромные, где можно ходить. Я недавно был в деревне. На самом деле я знаю, там скучно вообще в деревне. Если для чувственных насхождений, идеи в чувственных насхождениях, то там скучно. Я был в деревне недавно, и вот для них приехать... Когда к ним раз в неделю приезжает рынок, это праздник. То есть там рынок путешествующий, и они там приезжают. И все такие туда приходят. Это целое событие. Это повод собраться вместе. Даже если ты ничего не покупаешь, но все равно как бы вот какое-то событие происходит. И когда эти люди приезжают в города, и там вот эти супермаркеты огромные, торговые центры, развлечения, это просто какой-то рай. Это рай. Поэтому люди стремятся в города. За это нужно платить, конечно же, много работать, свои проблемы. Но люди стремятся в города. В городах интересно. Для насхождения чувств там очень интересно. Другие же люди, которые наелись всего этого, они хотят, вот эти им персоналисты, гьяни, йоги, они стремятся в уединение, чтобы никаких вот этих будораживающих факторов, чтобы никто ко мне не подходил, не провоцировал меня. Ну то есть если я понимаю, что материальные привязанности – причина всех моих страданий, то надо их выкорчевывать из своего сознания. И когда ко мне подходит человек и начинает там как-то провоцировать меня на эмоции, это все враг какой-то. Враг, вот враги вокруг. Мешают мне, просто мешают. Поэтому это подальше от людей. Так одни насхождаются в этом мире, другие хотят порвать все связи с этим миром и уйти куда-нибудь, где их никто не будет трогать. Но настоящий духовный человек – это не тот, кто уходит в лес. Может быть, для того, чтобы достичь совершенства, ему нужно порвать связи с этим миром, так ему будет легче. Но кто действительно достиг совершенства, тот, кто достиг вот этого духовного сознания, его сердце переполняет сострадание к другим живым существам. Он обретает такое счастье, о котором здесь говорит Прохада Махарадж, что ему на самом деле ничего другого. То есть, ему все равно, где жить. В лесу, в аду, в раю. Почему ему все равно? Потому что он в этом счастье не испытывает. В этом счастье, извиняюсь, не ищет. То есть, для нас, может быть, есть разница в городе или в лесу жить. Но для него все равно. Потому что он не черпает счастье из внешних вещей. И вот этот счастливый человек, человек в сознании Кришны, который понимает, что вот оно, вот оно насхождение. Ты просто живешь счастьем Кришны, больше ничего не надо. Все остальное, все остальное и так приходит. Блаженство и так приходит. Отдельно его не нужно заказывать. Оно и так есть. И вот такой человек, как Прохада Махарадж, испытывает это блаженство. Он понимает, что вокруг люди бедные. И бедные в смысле, что не в том, что у них нет там чего-то поесть или негде жить. А бедные именно из-за того, что у них нет счастья никакого. И даже если он ездит, едет в этом дорогом автомобиле или живет в Канаве. Какая разница? Это все, это разные виды несчастья просто. Они все время печалятся. Они все время страдают. Я, допустим, так не вижу. Иногда кажется, мне бы так страдать, как вот эти вот. Но чистый преданный, который достиг совершенства, он видит, сравнивая вот это ощущение, которое есть у него с тем, что испытывают люди. Он понимает, ужас какой. Они страдают. Я хочу им помочь. Но как им помочь? Единственный вариант, как сделать их счастливых, это вернуть их в изначальное состояние. Чтобы они повернулись к Кришне и Кришна сделает их счастливыми. Поэтому самое большое проявление сострадания заключается в том, что Вайшнав делится с другими своим счастьем, делится с другими своим пониманием сознания Кришны. Это самое большое проявление благотворительности, сострадания, милосердия к другим людям. Потому что даже если решить проблемы какие-то материальные, кому-то не хватает поесть, дать ему поесть. Это хорошо. Это надо делать. Это правильные вещи. Но человек переварил это все и опять остался голодным. Опять он несчастный. Несчастный. Поэтому Вайшнавы решают проблемы оптом. То есть они дают такое сознание, которое помогает человеку всегда быть счастливым. Итак, это чистый преданный. И проповедь Шила Прабхупада говорит, цель общества сознания Кришны заключается в том, чтобы давать людям сознание Кришны. То есть Шила Прабхупада, как вот такой же представитель Прохлады Махараджи, в том же настроении сострадания, он организовывает это движение, международное общество сознания Кришны, чтобы это движение помогло ему как можно шире распространить милость Господа читаний. Вот эта идея ИСКОН. Первая цель ИСКОН, я даже выписал себе, никак не могу наизусть выучить. Систематически распространять в массах духовное знание и обучать людей методом духовной практики для восстановления нарушенного равновесия в системе ценностей общества, обеспечения подлинного единства всех людей и установления мира во всем мире. Какая такая широкая большая цель? То есть проповедовать, давать знания систематические и давать методы духовные, практики, с помощью которых люди могут вот этот баланс, нарушенный баланс, я могу еще два часа говорить про эту цель, я не буду так глубоко туда, но помогают людям правильные ценности расставить правильные приоритеты в жизни. Вторая вещь это то, чтобы люди единство почувствовали, а единство они могут почувствовать, если поймут, если ценность у них станет правильно, то есть бог в центре, мы вокруг, то тогда единственный может появиться в обществе. И когда единство появится, то тогда мир во всем мире будет по-настоящему, установится мир во всем мире. То есть ценности вернуть на место, тогда люди, у них будет единство, а единство приведет к миру во всем мире. Такая амбициозная цель Искон. И проповедовать или давать это знание нужно на основе Бхагавадгиты Шилапраупада говорит, проповедь, проповедовать философию сознания Кришны, как она изложена в Бхагавадгите Шимадбхагаватам. Вот цель Искон и это то, для чего Шилапраупада все это сделал. И что означает проповедовать? Что означает проповедовать? С одной стороны, проповедовать, это означает, что знание, мы даем знание, не мы, чистый преданный. Чистый преданный Шилапраупада делится своим, не своим, а то, что он получил по парампоре от духовных своих предшественников, духовных учителей. Он делится этим знанием, но не только в своих книгах и лекциях, он показывает своей жизнью, как выглядит человек, который действует в сознании Кришны. Потому что вы можете прочитать, я не знаю, такой пример бытовой. Сделай тесто средней жесткости. Вот как выглядит тесто средней жесткости? Вот вы знаете, я не знаю, поэтому надо показать, как это выглядит. Или надо быть хорошим человеком. Я помню, читал книги до того, как я встретился с преданными. Я много читал эзотерических книг, каких-то духовных, псевдодуховных. И мне нравились, там хорошие вещи были написаны. И суть была в том, что стань хорошим человеком. И я был за. Просто непонятно, что это означает. Или надо служить Богу, надо молиться Богу. А как это выглядит вообще? Как человек такой живет, как он ходит, как он сидит, как он общается? Что вообще должно происходить, если человек влюблен в Бога? Поэтому Шила Прабхупада проповедует человечеству не только через свои книги, но и через свою жизнь. Поэтому и называют ачарья. То есть тот, кто проповедует своим примером, а иначе никто ничему не научится. Своим отношениям. Люди, я сейчас слушаю воспоминания Шиле Прабхупады. И когда слушаешь тех, кто соприкасался со Шиле Прабхупады, пусть даже на короткие, какой-то на короткое мгновение, их жизнь уже не могла быть такой, как прежде. Они рассказывают все в один голос, как они были восхищены Шиле Прабхупады. И один человек, один ученик Шиле Прабхупады говорит, что ко мне так никто не относился никогда, ни папа, ни мама, ни друзья. Столько состраданий любви было в глазах Шиле Прабхупада, в его речах. Другой говорит, что знаете, Шиле Прабхупада так говорил о Кришне, что складывалось впечатление, что он только что в соседней комнате с Кришной разговаривал. То есть это было прям, приходило реальное ощущение существования Бога Шиле Прабхупада. Поэтому Шиле Прабхупада проповедует, проповедует через свои книги, проповедует через свое поведение. И почему Вайшнаф занимается проповедью? Мы уже сказали, что с одной стороны, потому что он очень счастлив и как любой нормальный счастливый человек, он хочет поделиться своим счастьем с тем, кто печальный. Печален, значит опасен. Поэтому, чтобы спасти мир от опасности, нужно этим печальным людям рассказывать, делиться счастьем. Но также надо понять, чем принципиально отличается вот это вот желание давать людям счастье, которое есть у Вайшнава и просто у хорошего человека. Принципиальная разница такова, что преданный, он это делает не только потому, что он счастлив, но потому что он знает, что Кришна очень-очень сильно хочет, чтобы беглые, живые существа стали счастливыми и вернулись в духовный мир. На самом деле, Кришна останавливает вот этот закон. Он сформулировал его в Бхагавадгите. Как человек предается мне, я отвечаю ему соответственно. И согласно этому закону, Кришна не может, но он может все, конечно, но он уважает свободу воли живого существа, он не может сюда прийти проповедовать. Потому что здесь говорят, мы тебя не хотим видеть. И он отвечает соответственно. То есть, его не видно. Мы ходим по нему, мы едим его, мы живем нанизаны на его энергии, но при этом его не видно. И создается ощущение, что я независим, я вообще, ну и сам тут решаю все. Почему? Потому что мы так хотели. Мы убежали с духовного мира и хотели независимой жизни. И Господь предстал перед нами в невидимой форме. Поэтому единственного, и Кришна не может, он хочет, он хочет. У него в сердце есть сострадание, потому что любовь и сострадание, они всегда рядом. И он хочет помочь, конечно же. Он переживает за каждого из нас, потому что мы его частички. За себя, как за себя он переживает. Но при этом он сам не может. Но он хочет. Но у преданных нет такого правила. Они не подписывали в Бхагавадгите вот это вот правило. Как человек ко мне, я так ему соответственно отвечаю. Поэтому милость, вот эта вот Крипа Шакти или энергия милости Кришны, Его божественная милость проявляется в этом мире в форме Ваишнауф. Видите, это не просто. Всегда вот я первый раз, когда столкнулся с этим титулом Шилы Прабхупады, Его божественная милость. Я думаю, странный какой-то титул. Что значит Его? Его это кого? Его это Кришны. Божественная милость Кришны. И вот эта божественная милость Кришны Крипа Шакти путешествует в сердцах великих преданных, которые очень хорошо понимают, очень хорошо понимают, что Кришна этого хочет. А уж тем более Господь Читания этого хочет. Он в этом настроении преданности находит. Поэтому чем больше человек продвигается в сознании Кришны, тем больше он понимает сердце Кришны и тем больше он понимает, что Кришна хочет, чтобы живые существа выбрались из этого мира. И Кришна хочет, чтобы я им помогал в этом. Поэтому не бывает так, что человек духовно прогрессирует и при этом он безразличен другим живым существам и не хочет дать милость Кришны другим живым существам. Такого не бывает. Должно происходить этот процесс. Вот поэтому преданный еще раз не только делится с другими счастьем, потому что он счастлив, но также потому, что он очень хорошо понимает, очень глубоко понимает боль Кришны, желание Кришны, чтобы живые существа возвращались в духовный мир. Поэтому он посвящает свою жизнь этой миссии. А что ему еще делать в материальном мире совершенному преданному? Больше нечего. Нормальные преданные живут дома. Сюда приходят только беглые души. Но чистый преданный приходит только для того, чтобы возвращать. Другой миссии у него больше нет. И теперь возникает вопрос. Я надеюсь, вы поняли, что действительно проповедовать, действительно проповедовать может чистый преданный, такой как Прохлада Махараджа, такой как Шила Прабхупада. А можем ли мы, те, кто сами только-только встали на путь сознания Кришны и вот сказать, знаете, вот у меня такое счастье, что я вот просто меня распирает от счастья. И вот хочется бегать по улицам и говорить людям, вы понимаете, Кришна Бог, Кришна это источник вечного насхождения. Вот кто-то кого-то распирает сейчас вот так вот? Кому поклониться? Кому это? Невость у кого попросить? Так можем ли мы проповедовать? Ну что мы можем проповедовать? Если у нас у самих еще нет никакого счастья, мы только вот верим в это, но что-то там какие-то чуть-чуть, какие-то отблески у нас есть. Можем ли мы проповедовать? Ответ? Таймангала Прабхуп, приготовься. Ответ? Мы не можем проповедовать! Мы не можем проповедовать. Есть такая книга, называется «Ты можешь проповедовать». Я говорю, мы не можем проповедовать, потому что если у тебя нет сознания Кришны, если у тебя нет любви к Богу, нет счастья, нет невероятной преданности Кришне, то я испытываю безразличие просто к людям. Не трогайте меня. Да ведь? Но с другой стороны, мы можем участвовать в проповеди проповедников. Вот это принципиальная разница. Мы помощники проповедников. И любое соприкосновение, любое участие в проповеди Шила Праупады, кто бы это ни делал, даже если ты какой-то, знаете, пьяный человек, который ничего не понимает, если он своему другу какому-то, другому пьяному человеку сказал, слушай, вот книга классная, помогает мне жить. В смысле помогает. Вот смотрю на нее и думаю, надо же, как красиво! И помогает. И я говорю, ну дай ко мне посмотреть. Он уже участвует в миссии проповеди, Шила Праупады. Представляете? Потому что Шила Праупада хочет, чтобы люди читали эти книги. Если кто-то покупает эту книгу, этот человек, сам того не зная, он служит чистому преданному. Потому что чистый преданный говорит, покупайте книги. Он купил эту книгу, он послужил чистому преданному. Если мы как-то в этом поучаствовали, мы поучаствовали в миссии проповеди чистого преданного. И мы получим огромное-огромное благо. Любой человек, который помогает Шили Праупаде, понимая, не понимая, неважно, он получит благо. Но так как мы, я так понимаю, у нас тут особые случаи, мы говорим о клубе, да, клубе проповеди. Вот поэтому мы все-таки должны подойти к этому процессу помощи в проповеди Шили Праупаде более осознанно. Потому что, чтобы быть успешным проповедником, ну, надо либо быть в сознании Кришны полным, как Шила Праупада, либо сознательно стараться, внимание, сознательно стараться, пока нет еще сознания Кришны, надо на уровне сознания прилагать усилия, чтобы быть в правильном настроении. И вот я хочу поговорить немного об этом правильном настроении. Если человек находится в этом правильном настроении, то тогда он может успешно, долго и, ну, что еще успешно, долго проповедовать. Успешно и долго. Его не будут сбивать никакие трудности с его проповеднической, ну, с его помощью, да, с того, что он участвует в проповеди Шила Праупады. Потому что мотивы, с которыми человек может говорить, даже о философии, которую мы получили от Шила Праупады, могут быть разные. Допустим, человек изучил, ну, вот здесь мы будем изучать разные аргументы, как опровергать философию, заблуждение людей, да, то есть неправильно какие-то концепции. Так же все будет, да, то есть будем тренироваться. А если тебя вот так, спросят, а я вот так. А если слева, ну, я тогда вот так. А если справа, ну, я вот так. То есть все это будет здесь. Но, понимаете, вот этими всеми способностями, умениями и талантами можно пользоваться по-разному, с разными мотивами. Допустим, у человека может быть мотив, я хочу убеждать других людей в том, чтобы они приняли мою точку зрения. То есть почему это человеку надо? То есть я хочу быть великим, я хочу, я гордый человек, который хочет показать свое превосходство над другими людьми. И как я могу унизить другого человека и возвысить его, если он примет мою точку зрения, значит он признает, что я великий человек, а он мой последователь. И вот человек, ради того, чтобы самоутверждаться или получить какую-то выгоду, да, допустим, лайки получить или конфетки какие-то или что-то, ну, я не знаю, каких-то людей, которые будут давать ему деньги или что-то еще. Этот человек будет очень убежденно, очень, знаете, аргументированно с цитатами говорить о духовной науке, но при этом мотив его совершенно не духовный. Я недавно слушал лекцию своего духовного учителя, где он говорил о том, два примера привел, два примера Шимадбхагаватам, таких мощных проповедников духовной науки, которые совершенно были не в сознании Кришны и вообще не в духовном сознании. Один из них это Камса. Камса очень хорошо, он философ, на санскрите, на санскрите излагал атмататву. Помните, когда, в конце концов, его попытки убить восьмого сына васудевы и девоки не увенчались успехом, восьмым ребенком оказалась девочка, неожиданно для Камсы, и он на всякий случай решил ее убить, но эта девочка превратилась на его глазах в богиню, который поклонялся Камсе. То есть для него это было, ну это шок вообще, потому что он вообще, к дурге он поклонялся. И он сразу зауважал васудевы и девоки, что его богиня приняла рождение у них, как дочь. Сразу такое почтение он выразил им, стал извиняться перед ними, даже на самом деле он не стал извиняться, он стал им проповедовать, внимание, закон кармы, он стал им говорить о бессмертии души, он стал вот это вот, в бхагавадгите то, что написано о бессмертии души, о реинкарнации, он подробно стал это все говорить, но зачем, знаете зачем он это делал? Просто, чтобы оправдать свое зверство. Вот эта философия про карму, можно ее по-разному использовать, можно оправдывать свою черствость. Знаете, там кто-то страдает, кому-то больно, но это его карма. Но подождите, это же не про это, карма это вообще не про это. Но вот Камсе использовал философию для того, чтобы успокоить свою совесть, для того, чтобы оправдать свои нехорошие поступки. Хиранья Кашипу тоже очень хорошо знал атма-таттву. Когда его брата не убили, а освободили, наконец-то освободили от своего несчастного страдальческого тела, Господь Варахадев, то его родственники страдали в разлуке, они плакали, и чтобы успокоить их, Хиранья Кашипу очень, знаете, грамотно, логично, аргументированно объяснил, что нет смысла скорбеть, что мы вечная душа и душа не умирает. Все классно объяснил. Зачем? Просто, чтобы они перестали плакать. И через мгновение, он говорит, я убью этого Бога. Вот представляете, да? То есть эти люди, они сами не верят в эту философию, они используют эту философию для того, чтобы достичь каких-то своих целей. И вот для того, чтобы у нас не было вот такого, такой проповеди, Хиранья Кашипу и Камсы, чтобы мы не были Камсами с Тилакой. Вот чтобы такого не было, чтобы мы не использовали вот эти вот приемы и цитаты для того, чтобы бить людей по голове этими цитатами, чтобы им было больно и чтобы они, в конце концов, сказали, ну да, да, ты велик. Вот на самом деле, они просто уйдут. Это не успех проповеди. Они не получили сознание Кришны. Они не вдохновились стать слугами Кришны. Они не вдохновились стать лучше. Значит, успеха никакого нет. Вот эти внешние вещи, они важны, но только для того, чтобы использовать их для того, чтобы поделиться тем, что мы получили от Шива Прабхупады, этим настроением служения. Поэтому настроение, в котором необходимо возвращать себя в это настроение, чтобы быть нормальными инструментами в руках проповеди Шивы Прабхупады. Еще раз, мы не проповедники, мы инструменты. Мы можем помогать Шиве Прабхупаде. Даже не помогать, а просить его милости использовать нас в этой проповеди. Вот. И вот чтобы быть такими, нужно настроение. Это настроение называется настроение смирения. Но вот это смирение, вот как оно выглядит, это смирение преданное? Вот что это за смирение такое? И вот я вам сейчас поделюсь с вами, как можно вот в это настроение смирения, как его можно практиковать. Вот прям по факту, вот это не будет такой, ну там знаете, вот представьте себе, что вы маленький, маленький, маленький. Вот я представился маленьким, 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 но все равно гордым. Маленьким, но гордым. Или я такой маленький, на меня наступают. И возмущаюсь, что не на меня наступает, что они о себе думают вообще. Поэтому как же практиковать это смирение и такой практикой смирения смиренный человек одно качество есть у него смиренный перед кришны человек обладает таким качеством как благодарность звучит как-то по материальному до кайта гуна благости прям даже да нет преданные преданные кришны который стремится стать преданным кришне который хочет практиковать смирение то благодарность это самое то что нужно делать потому что смотрите благодарить кого-то можно только в том случае если этот кто-то для меня что-то сделал что такое благодарность я прям цитату вам из нектара преданности благодарным называет того кто всегда помнит о добре которая сделала для него друг и никогда не забывают его услуг то есть благодарность это значит что кто-то для меня сделал добро и я это добро помню и соответственно я хочу выразить свою благодарность за это добро так и вот увидеть что для нас ну люди какое-то добро сделал вообще вам кто-то что-то сделал добрый вообще был в жизни вот такой опыт когда вы прям спасибо большое это я могла пробовал такой опыт что прямо так хотел сказать спасибо в общении обычно там как-то вот дали и так хочу мало то так чем мало а мог бы больше ты мне не дадал мужик ты мне не дадал где где моё так или как должное каждый раз когда человек не благодарит когда я для него что-то делает это означает что он считает что так и должно быть и что вот этот человек он в принципе создан для того чтобы делать для меня вот эти вещи то есть я верховный господь а вот это все мои энергии и они должны это делать на наоборот если они вдруг это не делают то надо их как-то наказывать за поэтому каждый раз когда человек искренне признает что он от других что-то получает полезные правильные хорошие для него добрые вещи хотя бы начать с каких-то даже ну пусть даже с точки зрения чувств до чувственных каких-то вещей да но понятных мы сейчас не говорим спасибо за тебе за то что дал мне в нос я наконец-то понял что надо как-то вот по-другому себя вести ну давайте как бы даже с каких-то простых вещей там родители что-то для меня сделали не что-то очень многое спасибо спасибо за это в конце концов преданные самые дорогие для нас люди это преданные почему они дают нам сознание кришны и кто больше не дает сознание кришне спасибо большое вот каждый раз когда мы говорим спасибо внутри внутри благодарность появляется в этот момент мы практикуем смирение потому что в этот момент я говорю я не бог я не самодостаточен я завишу я завишу от этих людей а но если мы преданные и пытаемся быть преданными я завишу от кришны потому что кришна через этих людей проявляется в моих же моей жизни он участвует моей жизни не я главный я завишу я вас я зависимый это и есть смирение и и то есть быть смиренным слугой поэтому вот эта благодарность состояние благодарности и практика благодарность это можно практиковать любовь пугать практиковать нельзя она или либо есть либо ее нет вы следили у меня люди переживают у меня в сердце нет любви к богу что же такое ну а что такого ну нет или когда говорят значит надо петь харе кришна с любовью ну давайте от сердца с любовью ну как там от сердца если там нет любви никакой нет вообще как с любовью петь если ее нет нельзя практиковать любой она дается и все и есть они даются нет но вот что можно практиковать это благодарность сознательно и благодарность в первую очередь смотрите когда человек когда человек стремится что-то получить до от проповеди до убедит людей признать там чтобы они признали моё превосходство получить от них что-то смотрите что происходит когда у человека такие мотивы не Не только он не может быть инструментом в руках милости Шилы Прабхупады, но также он постоянно испытывает страдания. Ведь другие люди, они могут же не дать что-то от них хочешь. То есть ты хочешь, чтобы я его убедил, а он раз и не убедился и наоборот даже тебя переубедил. Я расстраиваюсь, о, никто не берет мои книги, никто не слушает мои лекции, никто там не убеждается моими речами. Я сижу печальный, потому что мои желания не исполнились. Человек не сможет долго проповедовать, он не сможет долго в этом находиться, потому что он все время будет страдать от того, что его желания не исполняются. Но когда у человека настроение благодарности, сейчас внимательно послушайте, это будет очень важный момент, когда у человека есть корысть, то когда эти желания не исполняются, он страдает и может перестать этим заниматься. Но когда у человека нет ожиданий никаких, то есть бескорыстный, то что бы ни произошло, это никак не повлияет на его деятельность. Так вот, бескорыстное желание возможно только когда у меня есть как минимум благодарность. Благодарность означает, что мне уже дали и я делаю не потому, что я хочу что-то получить, а потому что я уже получил. Еще раз внимательно послушайте, у человека, когда есть желание, он служит, чтобы исполнить свои желания. И когда вдруг они не исполнились, он бросает служить, потому что ну что я делаю, мне ничего не дают. А теперь когда человек чувствует, что он получил, то есть он уже благодарность проявляет и не потому, что он что-то хочет с этого получить, с этой деятельности, а потому, что ему дали и он просто хочет поблагодарить. И уже неважно там дадут ему что-то за это или не дадут, да какая разница, я же не ради этого делаю, я это делаю потому, что мне уже дали и я хочу сказать спасибо. И такой человек с настроением благодарности, никакие трудности, никакие там взяли-не взяли, услышали-не услышали, это никак не повлияет на его участие в проповеди, потому, что он это делает не из-за того, что что-то хочет получить, а потому, что он уже получил и он хочет просто отдать свой долг. Слово долг, оно напрягает, но слово благодарность это же про то же самое, просто в нашем сознании слово долг связано, знаете, я вот не должен, а меня заставляют. А благодарность означает, что мне дали, я признаю это и я хочу проявить свою благодарность. Я задолжал своему Гурудеву, Кришне, Вайшнавам и в благодарность им я хочу это сделать. Вот это мощное, конечно, настроение благодарности и я сам пытаюсь как-то практиковать это, поэтому делюсь с вами. Это универсальная вещь для любого служения, для любого служения. И практиковать это можно, если мы просто задумаемся, вот прям можно прямо сейчас задуматься над тем, а что для меня духовный учитель, что для меня сделал Кришна, что для меня сделали Вайшнавы. Это надо немножечко напрячься, потому что ум привык думать только о том, что все мне должны и что я для кого-то сделал что-то. Но если немножечко приложить усилия и подумать, а я вообще что-то получил, я вот, ну, как-то вот люди вокруг меня, преданные вокруг меня, Гуру, Кришна, вот это я что-то от них получил, есть вообще что-то? За что мне благодарить? Если сознательно медитировать на это, то вы увидите, что открываются глаза просто, расширяется вот это вот понимание, что я соткан из милости, из доброты, духовного учителя, Шилы Прабхупады, Кришны, Вайшнауф. И тогда, когда это, чем больше эта благодарность наполняет мое сердце, тем больше появляется вдохновение, больше вдохновение появляется на то, чтобы я хочу что-то делать, я хочу, я хочу поблагодарить, я хочу, я задолжал, что я могу сделать для вас. У меня нет сострадания к этим людям, которые ходят на улице, к этим людям, которые что-то там пытаются объяснять, живут, хочется махнуть на них рукой и сказать, да живите как хотите вообще. У нас тут эти, на улице, во дворе пасутся бараны, вот и вот как бараны, понимаете, тупые, ну ничего не там, ну и бог с ними, пусть они едят там что-то свое, их же умр, их же убьют, там эти бараны, там цена прям на них, знаете, такая табличка и сколько стоит килограмм мяса, а бараны не понимают, что их скоро съедят и вот эта цена их мяса, они бараны. И вот человек, у которого нет вот такого, ну вайшнавского, как у Прохада Махараджа, он ну и пусть, ну и бог с ними. Но когда у человека, начинающего, преданного, появляется в сердце благодарность, то он спрашивает, Гуру Махарадж, Кришна, что я могу для вас сделать? Он говорит, ну поучаствуй в том, чтобы донести это послание, я понимаю, что у тебя пока нет любви, ты только практикуешь благодарность. Но благодарность, пожалуйста, помоги мне, поучаствуй в том, чтобы донести до людей эту идею, что счастье не могут обрести, если станут чистыми преданными. Пожалуйста, помоги в этом. И ты сам получишь благо, эти люди получат благо и ты сделаешь меня счастливым, потому что Кришна счастлив, когда беглые, живые существа вспоминают, что надо домой возвращаться. Итак, мы говорили с вами сегодня о совершенном проповеднике. Таким проповедником является Прохада Махарадж. Он счастлив, ему ничего не нужно, ему не нужно ни ада, ни рая, ему все равно на самом деле. Духовный мир, материальный мир. Единственное, что он хочет, чтобы Кришна был счастлив. Господь Нарисимхадев, Господь Нарайана был счастлив. А Господь Нарайана счастлив, когда видит, что живые существа возвращаются в духовный мир. Поэтому преданный, чтобы порадовать своего Господа. Он говорит, я хочу, я хочу в этом участвовать. Я не хочу один отсюда уходить. Мне больно смотреть, как люди страдают здесь. И он просит, чтобы он мог участвовать в том, чтобы раздавать это сознание Кришны, делиться сознанием Кришны. Мы с вами не можем быть проповедниками, если у нас нет любви к Богу. Но мы можем помогать проповедникам, таким как Шива Прабхупада. Но чтобы помогать им по-настоящему, любая помощь хорошо. Но чтобы это было эффективно, чтобы это было долго, для этого нужно свое сознание очистить. И вот таким вот сознанием смирения, практикой этого сознания смирения очень таким простым и понятный способ, как это можно делать, это благодарность. Потому что благодарность сразу делает человека бескорыстным. Это он уже получил, он просто хочет отдать. Если корысть есть, то будет много проблем. И это сознание благодарности можно практиковать, вспоминая, что дал нам духовный учитель. Слушая о том, что говорят другие, у них более глубокое понимание этого. Если это благодарность будет Кришне, Гуру, Вайшнавам, то это благодарность... Реально, я практикую этим, я вспоминаю каждое утро. Я начинаю с того, что я благодарю Кришну, Вайшнаву, духовного учителя. И не просто, знаете, за все хорошее. Это не считается. Это уловки ума. Он просто ленится, он гордый. Он все равно говорит, что от меня все зависит. И так, ну говорят, надо благодарить, ну вот благодарю вас. Нет, надо конкретно вспоминать, за что конкретно вы благодарны. За что? За это, за это, и вот за это, и за это спасибо, и за это спасибо. И каждый раз, когда вы признаете, что вы зависимы, вы практикуете смирение. И сразу же появляется вдохновение, что я могу сделать, чтобы отблагодарить. Я могу следовать наставлениям Гуру, я могу проповедовать, участвовать, вернее, в его проповеди. Я могу вести себя нормально с Вайшнавами. И это будет чистый мотив. На нашем уровне чувство долга или чувство благодарности является чистым мотивом. Потом, когда любовь к Богу проявится, тогда, да, тогда это будет еще лучше. Но там останется это, я должен. Там останется. Благодарность останется там. И на самом деле Кришна у нас такой. Кришна наш очень благодарный. В «Нектаре предности», когда Шагурупа Госвами описывает качество благодарности, он приводит пример самого Кришны. Ну это 64 качества, да, когда описывается Кришна. То приводится пример, когда Драупаде, внимательно послушайте, интересный пример, непонятный. Драупаде, когда ее раздевали кауравы на собрании, то она подняла обе руки кверху и крикнула «Хего винда». И Кришна говорит, что вот это ее обращение «Хего винда», она сделала его, ее должником. Этот долг усиливается с каждым мгновением. То есть, Кришна не только не забывает, он еще и все больше и больше чувствует благодарность. Я всегда думал, подождите, а за что благодарность-то? Ну, она же ничего не дала ему. Правильно? Она, наоборот, попросила у него помощи. За что он ей благодарен-то? А он благодарен ей за возможность, что она к нему, он благодарен за то, что она к нему обратилась, и он может свое вот это вот желание любить своих преданных, служить своим преданным, он может это желание реализовать. Представляете? То есть, когда мы соглашаемся следовать тому, что Кришна говорит, хотя по идее он Бог, он может приказывать, но он имеет право, но когда он просит, приказывает что-то, когда кто-то делает то, что он говорит, то Кришна чувствует себя в долгу перед этим человеком. В духовном мире, то есть, наш Бог очень хороший, понимаете, очень хороший. Он не тиран, который просто, знаете, заставляет, давит всех своим какой-то властью. Он за каждую вещь, которую делают для него предные, он благодарен, он считает себя в долгу. Хотя это его частички, они должны ему служить, но он не тиран, он чувствует благодарность за все. И когда предный дает ему возможность позаботиться о нем, Кришна даже за это благодарен. Вот поэтому, если это у Кришны есть, почему бы нам не развить это божественное качество? Тогда мы вернемся сами в духовный мир и будем инструментами по возвращению в духовный мир всех, кто находится в этом мире. Спасибо вам большое за внимание. Не получилось что-то коротко. Ваше внимательное слушание, оно как-то спровоцировало вот это все. Субтитры в духовном направлении. Ваше. 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 Продолжение следует...